В эфире телеканал ЛАБА информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Кадровые изменения в администрации города. Алексей Матыченко сложил полномочия, депутаты проголосовали за. Пожар в магазине «Сахарок». Огонь потушен с помощью дополнительных пожарных расчетов. Союз дорожников Кубани определил лучших по профессии машинисты Лабинского ДРСУ, лидеры в командном зачете. Магазин продовольственных товаров «Сахарок» серьезно пострадал от огня. Пожар случился вечером 13 июня. Чтобы его потушить, пришлось привлекать дополнительные силы из Мостовского и Курганского районов. Густой столб дыма виден издалека. Новость о том, что горит один из продуктовых магазинов в Лабинске, быстро распространилась. Пожар очевидцы снимали на мобильные телефоны и сразу выкладывали видео в интернет. Со слов работников торгового объекта «Сахарок» загорелся около 19 часов. Со слов свидетеля Геннадия загорелись поддоны, которые лежали возле складского помещения магазина. Огонь был такой силы, что мгновенно распространился на воспоменяющиеся материалы. Пламя буквально захватило второй этаж здания и начало быстро распространяться. На место пожарные расчеты приехали незамедлительно. При обследовании объекта бойцы пострадавших не обнаружили. В этом случае пожарным пришлось применить второй вызов. Горела большая площадь. В подмогу вызвали дополнительные силы. Всего на месте пожара работало 8 единиц спецтехники. В связи с угрозой распространения пожара на соседние здания был объявлен вызов номер 2, повышенный номер, для тушения пожара силами, привлеченными из соседних гарнизонов. В тушении пожара участвовали пожарные подразделения Лабинского пожарно-спасательного гарнизона, а также подразделения Мостовского и Курганского гарнизонов. Всего участие в тушении пожара принимали 8 единиц техники и 35 человек личного состава. Площадь пожара составила около 250 квадратных метров. При этом возникла угроза распространения возгорания на соседние здания. Пожарным пришлось еще проливать кровлю магазина «Панорама». Он расположен в нескольких метрах от горящего объекта. От сильного теплового потока воспроименилась крыша. Распространиться огню дальше не дали. А вот в Сахарке выгорел почти весь второй этаж. Ущерб и причина пожара устанавливаются. Наталья Твиненко, Горисаков, телекомпания «Лаба». Исполнилось 100 дней с момента вступления Игоря Чигаева в должность главы Лабинского района. Срок небольшой, но с первых же дней задан курс на развитие. Начиная с 5 марта, именно тогда Игорь Чигаев произнес присягу. В муниципалитете произошел ряд изменений. Намечены планы на перспективу. И вот что сам глава района говорит о прошедшем периоде. Это очень насыщенные 100 дней. Было много событий, конечно. Много было и позитивного, хороших мероприятий, проведения праздников. Конечно, и много негатива связанное. Немножко раскрылась картинка работы муниципального служащия, главы с другой стороны. Хочется, у меня такой характер, все и сразу быстро поменять ситуацию к лучшему, чтобы и всей дороги, и скверы, и парки, и газоснабжение, и водоснабжение привести все в порядок. Ну, прекрасно все понимаем, что это невозможно одномоментно все это сделать. Поэтому мы определили приоритеты вместе с командой, которая начала тоже, конечно, с корректировки. Прошла определенная и оптимизация, и перезагрузка. Цель всей моей перезагрузки была в том, чтобы команда была, сочетала себя и опытных, грамотных людей, которые уже многие года работают на своем направлении, приносят пользу и знают проблемы изнутри. И когда проблем много, с одной стороны, для кого-то, наверное, это плохо, для меня в чем плюс, что есть где себя проявить, есть над чем работать. В целом могу сказать, что работа мне безумно нравится. Я хотел бы еще раз искренне поблагодарить нашего губернатора, Вениамина Ивановича Кондратьева, за то, что он доверил мне, самому молодому главе муниципального образования, в 30 лет такой очень сложный, ответственный пост. И, конечно же, поблагодарить жителей, потому что их поддержка, их добрые слова, они меня воодушевляют на новые конкретные победы. Но и о критических замечаниях их тоже немало. Я тоже отношусь к ним с уважением и буду делать все, что в моих силах, и прикладывать к этому и больше времени и сил, для того, чтобы эти критические замечания как можно быстрее решить. Это был фрагмент специального репортажа, который готовит события в эфир в ближайших выпусках. Смотрите полную версию на нашем телеканале. И в продолжение темы о кадровой перезагрузке. 14 июня Алексей Матыченко сложил полномочия. Об этом решении он сообщил депутатам Совета на внеочередной сессии. На заседание назначили конкурс по отбору кандидатур на должность главы Лобинского городского поселения. Практически все депутаты городского совета собрались на внеочередную сессию. В ней приняли участие глава района Игорь Чигаев, депутат ЗСК Иван Артеменко. На повестке дня вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Лобинского городского поселения. Алексей Матыченко руководил городом пять лет. Но на второй срок принял решение не идти по собственному желанию. Об этом он сообщил депутатам. Я принял решение на второй срок не идти. Решение моё поддержал глава района Игорь Олегович Чигаев. Я прошу вас поддержать это решение. Просит досрочно прекратить полномочия должности главы Лобинского городского поселения. В соответствии со статьей 26 устава Лобинского городского поселения, решение обращения полномочий главы принимает Совет Лобинского городского поселения. Вопросы будут. Если вопросов нет, то запрошу голосовать. Против. Воздержался. Решение принимается. Такое решение поддержал глава района, отметив при этом, что в городе проделана большая работа по всем направлениям и перспективы развития ещё есть. Он готов предлевать подобные критические ситуации. Его опыт обязательно пригодится в район администрации. Мы его приглашаем к себе в команду, заниматься вопросами ГУЧС, жильнично-коммунальным комплексом строительства. Там, где все эти качества, в первую очередь, и заместителю главы необходимы. Опыт, который Алексей Николаевич накопил, работая мэром города, он пригодится в ЖКХ. Я хотел бы пожелать, чтобы вы уделили внимание большой инфраструктуре города, ну и другими вопросами, и другими поселениями. Я так понимаю, функционально вы будете отвечать за весь район в области ЖКХ, ГУЧС. Поэтому сложная работа, и она требует кропотливости, дотошности и внимательной работы и с поселениями, и с высшестоящими органами власти. Поэтому я желаю только удачи. На этой же сессии депутаты обсудили вопрос о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Он состоится 27 августа этого года. Желающие поучаствовать в нем могут подать соответствующие документы в комиссию с 3 июля по 6 августа. Пока временно исполнить обязанности главы города назначен Александр Курганов. Далее депутаты внесли изменения в бюджет и утвердили новую структуру администрации городского поселения. В Лобинском районе прошел конкурс среди дорожников в Кубани. Представители более 20 дорожных организаций края, машинисты, автогрейдеры, экскаваторы и другой техники, боролись за звание лучшего по профессии. Подробности в сюжете Людмилы Никоновой. Парад участников конкурса дал старт профессиональным соревнованиям. Лучшие из лучших – машинисты, автогрейдеры, экскаваторы, бульдозеры, погрузчика. В этом году включили еще одну номинацию «Инженер-геодезист» приехали в Лобинский район. Все эти люди построили не одну сотню километров дорог и готовы продемонстрировать, кто из них лучший по профессии. Приветствовал участников профессионального соревнования глава Лобинского района и замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Андрей Билгин отметил, что благодаря таким соревнованиям растет профессионализм дорожников. В Лобинском районе проводятся соревнования по появлению лучших в профессии среди машинистов-экскаваторщиков, машинистов-погрузчиков, бульдозеров, а также автогрейдеров. В том числе в этом году еще мы организовали соревнования среды геодезистов. Оно позволяет в первую очередь, конечно же, совершенствоваться нашим предприятиям, нашим работникам этих предприятий, для того, чтобы наши дороги Краснодарского края становились все лучше и лучше. В этом году конкурс среди дорожников Кубани приурочен к открытию Крымского моста. И на Лобинской земле встретились профессионалы из всего Краснодарского края. Кто-то из них участвует в состязаниях во второй раз, собираясь улучшить результат. Для меня это продвижение по карьере, солидарность, престиж, посмотреть лучше, по краю, есть же люди многие, интересно. За виртуозным управлением тяжелой техникой следит не только судейская группа. Для зрителей это яркое шоу. Их и болельщиков много, и много положительных эмоций. Соревнования вообще грандиозные. Впервые проводятся. Я вообще присутствую первый раз на таком празднике. Представлена и дорожно-строительная техника, как бы выставка, продажа и соревнования. Ребята вот съехались со всего края, специалисты большого класса, я так думаю. Вдоль отведенного участка, что находится в районе Владимирского карьера, выстроилась дорожная техника. Демонстрация агрегатов последнего поколения, машин и возможность обновить парк. У главы Лобинского района и есть интерес. С учетом проведения вот этого мероприятия появляются контакты, появляется возможность подрядчиков, строителей посмотреть на Лобинск. Наши возможности, наших добытчиков инертных материалов. Все это позволит привлечь внимание к дорожной отрасли Лобинского района, позволит нашим предприятиям повысить свои продажи, тем самым налогооблагаемая база повышаться. Также здесь представлены компании, которые занимаются реализацией дорожной техники. Также мы прорабатываем для нашего городского МУПа различные варианты лизинга. У нас должен быть свой грейдер, должен быть свой экскаватор. У нас должен быть минимальный набор инструментов для решения наших поселенческих и районных проблем. Я уже дал несколько поручений, поработаются наши возможности с учетом бюджета, какой мы уже лизинг, на сколько это, на год, на два, на три, на пять. И в течение месяца эти вопросы уже поработаются документально. Но то, что работа уже идет системно, это однозначно. Дороги в Лобинском районе однозначно будут меняться. Результат большого соревновательного дня – первое место в командном зачете у дорожников Лобинского ДРСУ, о чем сообщил в своем аккаунте Игорь Чигаев. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». И в завершение выпуска наш репортаж о праздновании Дня России в Лобинске. Оно прошло с размахом сразу на нескольких площадках райцентра. Я снова делаю шаг. Я поднимаю свой флаг. Свой слой, злые ветры, криво, и мере, и я царства. Сотни жителей Лобинска вышли на улицы города, чтобы отмытить День России. Площадь кинотеатра «Восход» в очередной раз стала концертной площадкой, на которой выступали местные артисты. Мы строим новую Россию. Замечательную, сильную, могучую, здоровую, процветающую. Всех с праздником. Россия сейчас новая страна. Страна молодых, талантливых, одаренных людей. Я надеюсь, что так будет продолжаться и всегда. Россия – это сильная страна. День России – один из самых молодых государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете. Тогда было принято новое название страны – Российская Федерация. С Днем России собравшихся поздравил глава района. Игорь Чигай подметил, что во все времена единение народа было, есть и будет для нашей страны главной национальной идеи и в политическом, и в духовном плане. Эта историческая основа связывает воедино прошлое, настоящее и будущее. Мы все любим нашу малую родину. И мы обязательно все вместе, каждый на своем служебном месте, где бы он ни работал, чем бы он ни занимался, будем выкладываться на 100% и больше, для того, чтобы жизнь вокруг нас менялась. Наши предки завоевали нам свободу, мир, возможность жить и развиваться. А мы должны сделать все для того, чтобы наше государство по-настоящему вышло в лидеры на мировой вине. И наш муцполитет был одним из лидирующих муцполитетов на территории Краснодарского края. Этот день для 10 молодых лобинцев стал одним из самых важных. В торжественной обстановке Игорь Чигаев и начальник отдела по вопросам миграции отдела МВД Светлана Панферова вручила им паспорта гражданина Российской Федерации. Для меня насыщие события, что я получил паспорт этот, и я могу гордиться этим. Он рожден у нас 1-го числа июня, тоже в праздник, поэтому и получаем паспорт тоже в праздник. Благодарностью главы района за высокие достижения в творческой, интеллектуальной и спортивной деятельности были награждены 20 молодых человек. Я очень рада. Дали мне за то, что я долгие годы участвую в концертах, в разных развлекательных программах. И, собственно, дарю настроение и радость, мне кажется, только за это. Воодушевление, патриотизм, дух патриотизма витает. Прекрасно. В течение часа гостей праздника радовали своими выступления творческие коллективы. Праздничную программу продолжил образцовый танцевальный спортивный клуб «Данзавита». Возле площади восхода для всех жителей и гостей города работала выставка декоративно-прикладного искусства подворья «Ремесел». Лучшие мастера представляли изделия художественных народных промыслов и ремесел, выполненные в различных техниках и направлениях декоративно-прикладного творчества. Лоскутное шитье, народные куклы, резьба по дереву, ковка, народная игрушка, кружево, плетение из соломы. Для всех желающих проходили мастер-классы. Праздник очень большой, организованно, превосходно. Много тематических мероприятий в этот день проходили в городском парке культуры. Здесь работали концертные площадки и выставки. Тематическое мероприятие организовали сотрудники библиотеки имени Лихачева. На стеллажах вся история России. От начала до сегодняшнего дня. Желающие читали стихи известных поэтов. Игорю Чигаеву рассказали, какой литературой сегодня интересуются читатели района. На память глава написал пожелание. Процветание России и автограф на стилизованной стене. Здесь же на сцене прошел концерт «Пою тебе моя страна». Праздничная программа, посвященная Дню России, продолжилась вечером на площади Родина. Работники Дома культуры организовали развлекательную программу. С детьми работали аниматоры. Гостям рассказывали о казачьем укладе, о том, как много лет назад наши предки осваивали кубанские земли, как появилась Лобинская станица. Завершился праздничный день концертом «Диват Россия». Подарком для всех гостей стало выступление юных артистов. Они пели и танцевали, не признавались в любви своей родине. Говорили искренние слава пожелания жителям самой большой страны в мире России. Ну а сейчас о погоде на 15 июня. По прогнозам синоптиков снова будет жарко. Ночью 18-20 градусов, в днем синоптики обещают до 35 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра штутного столба. Это все на сегодня. Всего доброго. До свидания.